чик здрасте здрасте ребят здрасте столкнулся со мной хернёй которую я сейчас думаю что я решу места не так много поэтому рвать рвать и буду видео кусочками вот пришел ко мне 505 картридж 05 а вот 505 они же 80 а с такой вот хернёй короче где тут его лист такой вот хернёй нам пришел на заправку вообще его заправил но он делает вот такую вот херню короче лоб полоса лоб полоса лоб полоса блять короче оставляет полосы через равный равный промежуток значит какая-то из круглых хуёвен которые в нем находится идет мозги это логично я такой значит первое что приходит в голову блять ну этот выгоревший блять барабан по одной линии и он типа ну эту полосу оставляет вот на размер не посмотрел блять ничего не померил естественно типа из нахрапа блять поменял ему фото барабан нихуя блять не изменилось как он нахуй был так он блять и остался та же самая полоса я взял лист лист на котором еще раз напечатал всю хуйню это вот вторая проверка нихуя не изменилось полосы там и остались я взял барабан накрутил на барабан лист маркером ебанул точку сквозную и вот мы эту точку видим вот она и следующая вот она то есть вот он размер он получается больше чем пробелы следовательно диаметру того что оставляет эту ебаную полосу меньше я следом взял коротрончик который как он там блять вал заряда не умею самые простонародные выражения взял его намотал таким же образом сделал ту же самую точку и получил вот такую херню вот точечка вот точечка оп ровно блять прям то что надо значит ни в чем кроме него проблем больше быть не может вроде как вот если так внимательно посмотреть короче то в принципе и у магнитника диаметр вроде так такой же как бы но при прокручивании магнитника никакой полосы нигде не видно вот я его кручу блять никаких полос пробельных полос не видно значит он эту пробельную полосу и оставлять в принципе не может раз ее нет блять тонер забивается надо будет еще ебануть там блять по оплетке ну да ладно короче решим сначала эту проблему поэтому я поменял естественно магнит этот коротрон нихуя подобного как оно было блять так оно и осталось я пришел к выводу что скорее всего проблема не в самом коротроне раз он типа из другим ровно ту же самую хуйню оставляет ну мало вероятности что я типа коротрон с той же самой хуйней блять из коробки вытащил на коротрон приходит заряд принтер выдает заряд на коротрон который переносится вследом на фотобарабан фотобарабан с магнитного вала берет тонер в том месте где он намагничен и переносит его на бумагу бумага вследствие попадает в печь и где тонер в принципе запекается ну принцип работы лазерной печати если кто вдруг не в курсе посмотрел на коротрону подходит железочка вот она вот она идет железочка приходит вот сюда на бружинку блять проебал бружинку они и вытащил приходит сюда на бружинку куда вставляется коротрон там вот еще одна белая бружинка здесь черная и здесь уже никуда ничего не приходит вот железочка это и выходит вот сюда следовательно она здесь вставляется в принтере какое-то определенное место а именно именно блять не вижу где не вижу где именно ага вижу вот она вот она железочка которая прилегает как это к этой железочке и таким образом заряжает коротрон почекал железочку саму на на грязь и на всякую херню но она вроде чистенькая и там где пас куда она куда бружинка приходит тоже чистая бружинка сама тоже в идеальном состоянии как бы никакой ни грязи ни хера для этого в принципе вытащил ставим ее назад ну типа как бы первое правило сервисного центра что 95 процентов 90 не будем брать 90 процентов ремонтов это диагностика блять поэтому я решил просто перебрать эту херню и авось типа сама блять заработает поэтому берем любой блять коротрон они оба одинаково работают и не тускло ни хера просто блять даже протирать ничего не будем их протирал уже по шесть раз каждый да и в любом случае нам главное избавиться от линии потом я в принципе что что-то однородное уже из этого всего соберу так что сейчас соберу все это до кучи короче и посмотрим что получится ну посмотрим что у нас выйдет отчет демонстрация вышла у нас нихуя ровно тот же самый пиздец есть еще идея сейчас попробую значит идея следующим на магнитном вале есть втулочки с двух сторон они находятся беленькие колечечки такие надеваются с обеих сторон с одной стороны вроде нормальная колечечка немножечко растянутая чуть 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 видно что она превращается в конус блять они нихера не этот самый не цилиндр поэтому я тоже на всякий случай поменять но та которая была вот здесь вот ну пиздец короче мало того что она тоже конус на на прям пиздец конус но у нее еще и короче вот здесь вот пиздец она сама не крутилась в этом месте ее тормозило здесь вот здесь вот хуевинка лепесточек находится он тормозит и она никуда не крутится но в ней крутится сам магнитный вал на магнитном вале здесь естественно нагорело тонера какое-то количество и он когда заходит вот на вот эту вот херню получается небольшой горб и он приподнимает блять этот этот блять это блять фото барабан немножечко выше он отходит от коротрон чека и блять изображение естественно нихуя не получает короче такая херня вот поэтому поэтому мы сейчас вот эти вот штуки вот обе заменим обе две и все должно быть хорошо только блять вот я бы сейчас еще вспомнил где они у меня находятся шестеренка очки всякие шестеренка очки шестеренка очки и нету нихуя так 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 это дружиночки а это это колпачочки всякие блять значит колечечки у меня вот здесь да смотрим вообще блять так смотрим не обосритесь так это я так хуякс большая хуякс слишком большая хуякс возьмем вытаскиваю всю эту ебалу сюда нормально нормально красота как надо прям так выплюни выплюни блять сука отобрала у меня колечко ты смотрим как она будет чепляться у нас но об блять как дома как дома найдем еще одну такую значит еще одну такую еще одну такую где же блять ее найти вот она вот она еще и мы чепляем вот с этой стороны не совсем удобно все это дело красота за е бить вот сейчас опять все это до кучи соберу и я думаю что на этом мы закончим уже ну что и требовалось доказать в принципе как мы видим как мы видим что вроде блять вроде как-то если присмотреться то небольшой контраст видно да в тех местах где ну это ж не я долбоеб да прям небольшой контраст заметен что вроде она вроде на каких-то местах посветлее но типа явных линий нет это ну типа очевидно как бы вот в принципе это и будет нам тестовой странице этого картриджа который мы сейчас запакуем и спокойненько отдадим вот такие вот бывают проблемы продольные белые полосы подведем итог это не фото барабан но бывает и фото барабан бывает фото барабан поэтому первое что нам нужно сделать это взять тестовый лист на котором полосы им обмотать сначала фото барабан поставить зелененькую точечку подержать какое-то время маркер ну не сильно чтобы сквозь лист естественно на барабане точечки не остались блять потом маркер будет пиздец как сложно оттереть с него плюс ко всему он может повредить покрытие и на месте этой точки будет постоянная хуйня какая-нибудь либо либо наоборот нагорать тонер либо будет точку белую не пропечатывать на листе короче ну не стоит сильно переусердствовать но в несколько оборотов на обмотать бумагу придавить точечку пару секунд подождать в принципе на листе расстояние между хотя бы двумя точками уже будет видно и посмотреть соответствует ли это расстояние расстоянию между линиями следом если она естественно не соответствует а как правило но не будет соответствовать в принципе это можно и на глаз увидеть но типа блять на верочку бывает просто и с фото барабанами они если особенно долго лежат где-нибудь на солнце или при лампе дневного света с открытой щелью под фото барабан либо просто как нибудь под углом туда свет попадает даже если в принципе и щель закрыта вот и выгорает по одной линии фото барабан и делает вот такую же поебень это в принципе бывает но вот этот вот тест с точечкой маркера в принципе решит этот вопрос следом может быть дело в каратроне это вал заряда он находится на верхней крышечке картриджа вместе с фото барабаном прилегает к нему можно попробовать либо его заменить если есть такой как у меня коробка например их блять и снятых и новых как бы можно попробовать его поменять и посмотреть что происходит а можно попробовать очистить его например стеклоочистителем да стеклоочистителем самозаебись чистятся вот такие вот штуки либо стеклоочистителем либо средством для мытья полов типа мистер мускул такое в нем в них небольшое содержание спирта и не повредится ни покрытие ну в общем в общем нормально все будет а если ничего не помогает то тогда наверное действительно какой-то механический дефект и как вот у меня получилось есть это ушки у магнитного вала в принципе дальше ничего быть не может есть три составляющих которые могут выйти из строя в лазерном картридже это фото барабан это коротрон это магнитный вал бывает что-нибудь с корпусом но это уже другая история а на этом я прощаюсь был биллсw на канале которого вы находитесь можете подписаться если помогло ставьте лайк ну и так далее